И в первую очередь я это понимаю так, что мы хотим двигать науку. То есть статистика прикладная науку. У меня есть много аспектов, можно заниматься приложениями и так далее. Для меня приложение тоже важно знать. И когда мы будем объяснять другим, чем мы занимаемся, у кого, наверное, надо будет сделать это приложение, но внутри нас, внутри этого коллектива, главный аспект, главный вопрос – это кто, на каком уровне мы занимаемся математической задачей. То есть без математики меня приложение не интересует. Приложение хорошо схожное, приложение да, но если у них нет математических компонентов, то это называется инжиниринг, это в другое место. И вот поэтому в моем докладе, который я сегодня подготовил, я такой полуобзорный доклад, я хотел объяснить, чем, собственно, я лично занимаюсь в математическом плане, как я и вижу, так сказать, компонентов ремалаб, которые связаны с математической задачей. И я надеюсь, что, так сказать, вот это видение, оно для других компонентов организации, статистического анализа, оно тоже как-то сформируется, чтобы было понятно, чем мы в математическом плане занимались. Значит, вот эта структура доклада. Собственно, то, о чем я хотел говорить, это, так сказать, мое видение математической статистики на современном этапе, и, безусловно, спроецировано на то, чем мы занимаемся в лаборатории. Я, так сказать, не буду вдаваться в детали, я немножко пройдусь по верхам, но зато постараюсь, так сказать, обозначить, чем, собственно, мы уже начали заниматься. То есть это не обзор вообще всей статистики, а той статистики, которой мы хотели бы заниматься внутри лаборатории. Ну, значит, тут вот некоторая отлайна, но главное, значит, то, с чего я хотел начать, то есть это центральное место, это линейно-прометрическая статистика, которая, в общем, идет назад еще, наверное, в Гауссию и раньше, вот это, так сказать, то, о чем будем танцевать. То есть структура такова, я сначала расскажу совершенно классические вещи, очень быстро, так сказать, обзор, обычно они входят в курсы вообще, базовые курсы математической статистики, такая линейная алгебра, а потом мы посмотрим, куда, откуда можно, в каких направлениях можно двигаться, и тут, так сказать, удивительно, что от базовых вещей можно прыгнуть прямо на передовое состояние науки, буквально в один шаг. Ну, значит, что такое параметрическая статистика, параметрическая модель? Значит, ну, предположим, что нам даны данные, то есть это статистический анализ, со словом на том, что мы наблюдаем данные, это обозначается одной буквой Y, и эти данные случайны и описаны каким-то распределением вероятности, п на таком-то вероятности пространстве, в данном случае это не так важно, то есть Y – это все наши данные, не одно наблюдение, а весь, вся выборка, если хотите. Вот, и параметрическое предположение, параметрическая самочет, состоит в том, что эта неизвестная география принадлежит за одну параметрическую семейство. То есть семейство дано, и тогда, чтобы знать P, достаточно знать только точку из этого семейства, которая отмеряется. Вот, и метод максимального правоподобия состоит в том, чтобы максимизировать отношение правоподобия, где L – это алгоритм, алгоритм толкости меры P – это, по любой доминирующей мере, это не так важно, какая мера, грубо говоря, метод максимального правоподобия максимизирует вероятность наблюдать то, что мы наблюдаем. Вот. Ну и вообще, то, что я буду рассказывать, более-менее такое общее философское наблюдение, что вот этот метод, в принципе, в общем, более-менее правильный. Вот так и надо делать. Это правильный метод, который более-менее всегда дает правильный ответ. Вопрос вот, какой это правильный ответ будет, что про него можно сформулировать и так далее. Вот. Ну, а тут есть масса скрытых подводных камней. Значит, один из подводных камней, что вот это параметрическое предположение, оно может быть ниже. Оно более-менее всегда нет. Потому что любое параметрическое предположение – это идеализация, любая идеализация всегда нет. Вот. И тогда возникает вопрос, о чем мы, собственно говоря, оценим? Ну, и вот некий ответ говорит, что оцениваем мы то, что называется best-parametric fit – лучшую параметрическую оппоксимацию в данном. То есть мы ищем точку в параметрическом семействе, которая наиболее близка к неизвестной грибе. И все остальное дальше по схеме продолжает работать. Ну, и вот главная наша задача – понять, как хорошо дета спалла, и оценивать дета спалла. Значит, теперь я сваливаюсь в линейный параметрический модель, который нам рассказала базовая статистика, и которая, так сказать, далась раньше. Вот. Что она говорит? Значит, что наша модель, в принципе, она линейна по параметрам. То есть в нашем наблюдении линейно зависит от вектора параметров, то есть у нас есть базовые характеристики, которые заданы вектором Пси. И то, что мы наблюдаем, систематические компоненты – это смесь этих базовых характеристики Пси с предыдущими коэффициентами вектором коэффициентом z. Ну, и к этому добавляется индивидуальная ошибка х. Более того, классическая линейная модель подразумевает, что этот х на самом деле нормальный случай вектор, то есть это векторное обозначение, у – это вектор, х – это тоже вектор, все это матрица, Т – это вектор, все в векторных обозначениях, и х – это, в общем случае, вектор с эволюционной матрицей сигнера в степени минус 1, обычно это диагональная матрица, но не так обязательно, в данном случае это не важно. И если у нас есть такое предположение, то тогда оценка максимума противоподобия, тогда алгоритм в отношении противоподобия является квадратичной функцией, и решение можно написать в явном виде, оценка максимума противоподобия – это минимизатор вот этого квадратичного выражения, это пропорциональная лог-плайн приходу, и у него есть явное решение, которое есть d в минус 2, psi, sigma, y, где в квадрате – это вот то, что называют инфрационную матрицей сигнера данной задачи. Значит, в линейной модели решение известно, но написать решение – это мало, мы хотим что-то знать. Это то, что называется inference, inference – это, какие статистические выводы мы можем сделать на основании этого решения. Иногда эти выводы важнее, чем сама формула оценки. Что говорят классические результаты? Значит, тут повторено все, что я уже сказал. Теперь tt со звездой – это истинное значение, т.е. мы предполагаем, что вот это у нас параметрический модель, мы предполагаем, что, как минимум, матрица ковариаций, epsilon – это большая sigma – это матрица ковариаций ошибок, и тогда верно следующее, что если мы возьмем tt с волной минус tt со звездой, это ошибка оценивания, и скалируем на корень из инфраструкционной матрицы Фишера. Я не понимаю, t квадрат – это матрица Фишера, t – это корень из нее, если мы умножим d на tt с волной минус tt со звездой, то окажется, что этот вектор – это вектор. Ошибок параметра скалированный, имеет модное ожидание 0, что означает, что tt с волной не смещенная оценка, tt со звездой, более того, у нее ковариационная матрица – это правильное скалирование, у вектора Пси ковариационная матрица единичка, и теорема Гаусс-Макова гласит, что tt с волной – то, что называется линейно-эффективная оценка, т.е. она лучшая оценка в классе всех оценок без смещения. Т.е. если мы рассматриваем все оценки со свойством 1, e в сферном углу, то тогда tt с волной – самая лучшая оценка, лучше низкая. Более того, кое-что можно сказать, даже не кое-что, а много чего можно сказать не о точке tt с волной, я напоминаю, что tt с волной – это точка максимума. Оказывается, гораздо более информативно нужно посмотреть не на точку максимума, а на значение максимума. l – это максимум, а l – это значение функции правдоподобия в истинной точке. Значит, так вот, что мы говорим. l – это квадратичная функция. Это очень важно. Самая главная линейная модель, что l – это квадратичная. А если она квадратичная, то она вокруг точки максимума всегда выглядит как квадрат. Квадратичная функция, центрированная с точки максимума, выглядит как полный квадрат. И если мы возьмем разницу, максимум процесса правдоподобия значения в истинной точке, то получится ровно кси квадрата. И если наши данные нормальны, если наше форме метрическое предположение корректно, то вот этот кси стандартно нормальны. И вот удвоенные, это называется, maximum likelihood, или likelihood fit. Вот это значение является х квадрат распределенностью в соответствии с плюсом. Потому что это просто норма Каус-эскорринга. И этот факт теоремы х квадрат, он знаменитый и очень важен для инференса, поскольку он позволяет частности строить доверительный интервал. То есть если мы возьмем, я подытоживаю еще раз, или от тета словной тета, удвоенный этого полный квадрат, если мы возьмем здесь вместо тета тета со звездой, то он будет х квадрат с пестительными свободами, и поэтому если мы возьмем здесь, в качестве z, в качестве границы, квадрат х квадрат распределения, то вот это доверительное множество будет с заданной вероятностью содержать точку тета со звездой. То есть на основании вот этого распределения, которое здесь есть, если мы возьмем здесь вот такое множество, и в качестве z возьмем квадрат х квадрат распределения, то альфа квантина, то тогда это множество будет содержать истинную точку с вероятностью то есть на основании вот этого теоремы, вот этого, самый главный в этой теореме вот этот результат для практики бесполезен, а он полезен только вот этот а максимум как-то подобный, потому что он позволяет тройной реформации в каком-то смысле задача линейного каосовского отзывания этой теоремой решается до конца то есть мы получаем конечный ответ, неулучшаемый, в классе всех моделей, на этом, возможно, можно поставить точку но оказывается, что точки никогда ставить нельзя, рано или поздно после точки возникает многоточие, запятая и много вопросов и знаков то есть теперь, вот мы прыгаем, то есть вот на гаусс и марку прыгаем сегодня и смотрим, где, собственно, какие лимитации и какие проблемы возникают в связи с этой теоремой то есть вот это абсолютно классическая вещь дальше все, что я буду рассказывать, дальше мы будем плясать от этого вот куда от этого можно двигаться, в каких управлениях значит, если мы остаемся в рамках линейных, пираметрических моделей куда мы можем двигаться? ну вот, значит, первый путь, который особенно популярен сейчас что происходит, если у нас число... модель становится все более и более сложной много данных, много параметров, сложные модели и вдруг оказывается число параметров больше, чем число взглядели оказывается, что вот эта теорема совершенно становится безсредизированной вообще неизбежательная, она теряет смысл, или она становится неинформативной если число степеней свободы с неизбежит, то на этом содержится в названии результат про хипродажное сопределение степеней свободы, он вставляется безсредизированной аналогичной проблемой возникает задача с плохой идентификацией плохая идентификация обычно связана с плохой одноусловленной степеней свободы, если она плохо обусловлена, вот в этом случае она автоматически плохо обусловлена, то тогда все эти проблемы тоже у нас производятся, и вот большой класс обратной задачи вот сюда попадает, когда у нас есть плохая идентификация значит, следующий вопрос, что происходит, если модель мистерсифицирована серьезно, интересное также направление я затрону немножко прямо сейчас, направление связано с симпераметрическим или функциональным оцениванием когда мы, на самом деле, у нас есть очень большая модель, много параметров, но они нас все не интересуют, нас интересуют только части как я тут делаю? ну вот я немного говорю про симпераметрическое оценивание по линейной параметрии, а потом я, может быть, затрону, что происходит если мы делаем это в общем виде значит, что такое симпераметрическое оценивание? значит, ну вот наши данные значит, вот это общая модель значит, v это общий вектор параметров вот этот значок считается это греческая буква, наша греческая буква ю-псилон, это тоже, в принципе, ю-псилон ну вот эта часть, она состоит из двух компонентов значит, есть psi-факторы, которые нас интересуют и фи-факторы, которые нас не интересуют но тем не менее, они входят в модель то есть мы хотим оценить тета, а вот это мы не очень сейчас нас интересуем это вот линейная семипараметрическая модель вот, значит, еще раз, мы хотим оценить тета со звездой которая есть проекция общего вектора ю-псилон на тета на этой части вот, значит, как можно это делать? есть много разных методов, но я рассказываю только, так сказать, правильный метод правильный метод называется профайл максим-лайпинг значит, я не знаю, как это по-русски называется ну ладно, будем называть профайл, наверное, как-то не звучит значит, что говорит этот метод? надо взять полную модель и оценить весь вектор параметров из полной модели а потом спроекцировать на тот, кто нас интересует то есть надо взять, оценить вектор ю-псилон с волной или в-с волной и потом спроекцировать на одно-жатый футон вот это правильный метод то есть это получил линейную оценку вот эта часть, это вот просто вот здесь вот до сюда это обычная оценка максимум правдоподобия а это ее проекция вот, но эту оценку можно, тем не менее, представить в другом виде то есть можно взять white-ли-хут и для каждого фиксированного θ вот это выражение, вот это зафиксировали, перенесли в левую часть и прооптимизировали по L а это вот то, что написано здесь мы фиксируем θ компоненты при фиксировании θ оптимизируем по это получаем вот то, что называется L с душкой от θ а потом определяем θ с волной как точку максимума вот этого выражения то есть это только вместо полной оптимизации делаем последовательность вот так вот эти две формулы на самом деле полностью эквивалентны это очевидно ну а это вот представление, оно бывает полезным так вот значит, что можно сказать то есть если мы гвинтим на это представление ну это выглядит как оценка максимум кругоподобия в этой модели приведенной и оказывается, что это правильный метод то есть это оценка не смещенная и и у нее можно исследовать ее свойства ее можно представлять более-менее то есть то есть вот это вот представление, оно чем удобно если 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 psi и phi факторы ортогональны то этот метод в последовательной оценивании означает просто, что эту компоненту можно игнорировать и это действительно так то есть вот этот метод составляет в следующем что мы ортогонализуем psi и phi факторы так чтобы все и phi факторы были ортогональны и тогда мы эту компоненту можем просто вычислить про нее забыть И это дает такой ответ, что эта процедура автогонализации написана, вымывание этих факторов, и так далее, мы можем рассматривать это просто как эта модель. И теорема Колоса Маркова говорит, что это правильный метод. Лучше, чем так, сделано так. То есть это эффективная оценка, она не смещенная, и она имеет минимальную дисперсию в классе всех возможных не смещенных оценок параметра ЭПСИ. Параметр ДЭКТА. Да, значит, что я хочу подытожить под этим. То есть это базовые результаты, они абсолютно стандартные. Ничего здесь нового нет, я рассказываю в курсе студентов. Ничего тут принципального нету, но на этих результатах можно опять и строить. То есть если мы занимаемся статистикой, ничего другого не надо для предпределённых статистиков, кроме этого результатов, про распределение. И в частности главный вопрос состоит в том, что максимум правдоподобия является ХИКВАДРАТ. То есть что важно в ХИКВАДРАТ-теореме для семипараметрического оценки? Если мы установили эту теорему и посмотрели на вот эту приведённую его платьлику, то он опять ХИКВАДРАТ с P степенью свободной. P это размерность параметра ТЭТА. То есть размерность всей модели роли никакой не играет. А роль играет только размерность параметра ТЭТА. Вот это что интересно, что вот этот подход к профайлмаксу младлику в линейных моделях позволяет преодолеть параметры размерности. Сколько бы у нас не было параметров в полной модели, в ответе участвует только размерность целевого параметра. То есть если модель линейная, она верна, то мы получаем ответ, который зависит только от размерности целевого параметра. В этом есть некоторая мистика, которая тут же меняется. Но она перестает быть мистикой, если мы понимаем, что вот Psi-факторы, которые мешающие факторы, они на самом деле ортогональны Psi-фактором. Тогда сколько бы ни было лишних факторов в модели, если они не имеют отношения прямого корреляции с интересующими нас факторами, то их можно просто игнорировать. Это, в принципе, объяснение. Ну, значит, еще раз подытоживаю. То есть если у нас есть линейные модели, мы знаем, как решать полную задачу для линейных моделей, как решать задачи с информатурой физикой, оценивание ответов, вполне удовлетворительное. Но, значит, ключевой вопрос во всех исследованиях, можно его, я специально в этом слайде еще раз выделю, вопрос идентифицированности, которая связана с сособлоскворностью информационной матрицы физикой. Значит, если у нас есть проблема идентификации, то тогда линейные модели предстоят работать. Более-менее общие места. И вот примерно случай, когда это происходит, это вот случай обратных задач, задач с каким-то несбалансированным планом, или с очень большой размерностью целевого плана. И во всех этих случаях типичный подход связан с методами регулиризации, как бороться с этой проблемой идентифицированности. То есть тут на этом месте, на этом месте, мы делаем первый шаг от линейных моделей, от классической теории для линейных моделей. Что мы знаем про линейные модели? В линейных моделях мы хотим несмещенность. Вот, предыдущий подход говорил следующее. Если мы хотим несмещенность, если мы рассматриваем оценки без байса, без смещения, то тогда для них, для этих оценок, обязательно надо применять метод максимума. И вдруг оказывается, что он не работает. Потому что вот есть проблема дефицитов. И тут параметрическая линейная параметрическая теория как бы кончается и начинается в каком-то смысле непараметрически. Она обычно связана с различными методами регулиризации. Значит, регулиризация – это некоторый элемент, который связан с введением байсов. То есть мы отказываемся от свойства несмещенности. Мы переходим к методам со смещением. И методы со смещением, они вдруг оказываются в каких-то случаях лучше, чем методы не смещенных. Ну, что такое регулиризация? Значит, еще раз. Вот оценка максимума подобия здесь написана. И вот наша проблема – это, так сказать, частный случай, сигма равно единичке здесь. А вот эта вот матрица, фишевская матрица, толком не обращается. Ну, как это можно делать? Если бы я был инженером, я бы долго не думал. Возьмем, к этой матрице что-нибудь добавим положительно определенное, и обратим. Да? Так, разумно. Да? Вот так и надо делать. Все, что разумно, так и надо делать. Вся статистика более-менее так и идет. Непараметрическая. Значит, вот мы добавили некоторую матричку R, и получили оценку вот этой словной R, которая вот так выглядит. Тут все хорошо обращается. Продлинная дисциплисцированность не решена, но зато это вот R, потому что это, как мы говорим, речи и бешен, гребневая оценка. И вот частный случай, когда R – это единичная матрица, умноженная на множество альфа, это называется технической регуляризацией. Значит, вот получают такие оценки. Ну, к этому можно прийти другим путем. Это еще называется финализированный лайк-рихуд. Вот, значит, наш лайк-рихуд в гауссовской модели с однородным шумом можно написать в таком виде квадратичное выражение или отета для гауссовской модели. Это с волной этого точки минимума, то, что делает оценку максимума правдоподобия. А теперь мы говорим, что мы хотим финализировать лайк-рихуд некоторым квадратичным пенальцией, которая с заданной матрицей G, которая, так сказать, финализирует заслуженность модели. Значит, если мы так финализируем, финализация – это, значит, вычитание из бак-рихуда, Gт по квадрат пополам, и если мы решаем эту задачу, то есть минимизируем вот это квадратичное выражение, ответ получается вот такой. Вот это ответ, в котором вот на этом месте как раз стоит матрица РК. То есть если мы матрицей G квадрат финализируем, то она же дает регуляризацию. Значит, эта оценка, уже ее мат-ожидание в этом же на самом келе не совпадает с истинным значением, в этом же не совпадает с это со звездой, то есть оценка является смещенной. Тем не менее, иногда оказывается это разумно. И вот это вот объяснение – это то, что в непараметрической статистике называется Bias Variant Decomposition. Значит, опять же, не очень знаю, как это по-русски. Вот оно написано здесь. Если мы рассматриваем квадратичный риск, то квадратичный риск можно представить как сумму вот этого, то, что называется Square Bias, квадратичный bias, а это то, что называется Variant Dispersion. Это стокастическая часть оценки, ошибка, предководящая из стокастической части. Это bias. И оказывается, вот следующая вещь, интересная. Если мы, в частности, возьмем Тихоновскую регуляризацию, вот это же квадрат, просто единичный надрез, вот Тихоновскую регуляризацию, то вот с этим параметром альфа вот эти два члена ведут себя противоположным образом. Если альфа растет здесь, то bias увеличивается, зато variance уменьшается. То есть вот регуляризация, она что делает? Она уменьшает стокастический разброс оценки, зато увеличивает bias. И вот на этом месте начинается игра. Эта игра еще называется bias variance trade-off в статистике. И все стокастатистические методы и современные дипрометрические статистики основаны на том, чтобы сбалансировать вот эти два члена. Bias увеличивается с регуляризацией, а зато дисперсия стокастической части уменьшается. И это вместе дает некоторую игру, которую надо аккуратно решать. Что здесь интересно еще отметить, что вот эта стокастическая часть еще имеет отношение к понятию эффективной размерности. Иногда, когда для проекционных оценок это действительно размерность, то есть вот эта регуляризация, она приводит к тому, что мы как бы размерность задачи уменьшаем с размерности P до размерности Pg, где размерность Pg это размерность проектора Pg, который определяется, вот на этом слайде, проектор, это такой квази, это на самом деле не проектор никакой, он только в частных случаях проектор, квази-проектор, или полупроектор. Вот это вот, если бы здесь не было бы, вот эта маленькость, это было бы единичной маленькостью, это был бы самый обычный проектор. А так это такой полупроектор, и его свет это, так сказать, эффективная размерность задачи, то есть в ГГБ реализацию мы как бы уменьшаем сложность задачи, ее размерность, ее истинной размерностью является вот эта величина отчущей. Хорошо, значит, вот какие здесь возникают задачи, и чем из этих задач, чем, так сказать, занимается у нас лаборатория. Ну, значит, в первую очередь, вопрос, конечно, такой, как выбрать федализацию, в какой форме. То есть федализация обычно сдается вот этим классом матриц G, и может быть, одна матрица, или может быть, класс матриц. И вот это вот основное искусство. То есть тут статистика, статистики самой по себе, внутри статистики ответа нет. Этот ответ обычно лежит в природе задачи. Какого типа регуляризации надо применить. Вот. Ну, есть классические подходы, проекционные методы, из 5-го готов, Тихоновская регуляризация, равность, пенальти, когда мы применяем блокирование, сплайны, спектролейдинг. Это очень популярно в обратных задачах. Это то, чем занимается Юра Бодер со своими аспирантами, в частности, сейчас. И, то есть, вот эта задача, она такая не совсем статистическая. То есть, эта задача, ответа на три статистики, нету, какой выбор регулиризации делать. Это зависит от природы задачи, которую мы рассматриваем. То есть, вот эта часть не имеет универсального решения. Но если мы вот эту пенальтизацию выбрали, то следующий вопрос, значит, как выбирать тьюнинг-параметр, конкретный параметр, например, если мы берем Тихоновскую регуляризацию, как выбирать параметр А? Эта задача уже статистическая. Эту задачу можно решать. То есть, есть ответы. При статистике, опять же, есть разные методы, есть методы, не смещенные оценки риска, риск-хулл-метод и так далее. И тут эта задача все еще до конца не решена. И это одна из задач, в частности, в частности, Николай Бауден, он наряжается, Катя Крымова и Лена Сернаусова занимаются задачами, связанными с выбором параметра оптимального регуляризации, которые обеспечивают трейдов между байдосмещением и дисперсиациями. Очень интересный вопрос, это вопрос применимости различных методов или critical dimension. Это вопрос ключевой и вообще принципиально в том смысле, что размерность задачи, то есть, в данном случае это понимается, у каждого метода есть границы применения. И вот вопрос критической размерности это вопрос применимости каждого метода. Как методы нужно отдавать отчет до какого момента он применяет. И этот вопрос, так сказать, я сейчас затрону в последующих частях. Значит, ну, кроме того, что я перечислил, есть еще другие методы пенализации. Пенализация, то есть, общая задача пенализации, то, что я рассказывал раньше, это пенализация квадратичной, пенульти, значит, пенульти может быть другого вида. Может быть, так называемая пенализация словностью, когда мы пенализируем, штрафуем за количество ненулевых компонентов вектора Т. Значит, вот это, в принципе, про этот метод известна хорошая наука, он хорошо работает, это правильный метод, но он имеет проблемы алгоритмические. Поэтому, значит, поскольку этот критерий не выпуклый, его самая, так сказать, меньшая выпуклая версия, это L1-пенализация, когда он пенализируем L1-нормой, это самая слабая релассация вот этой нормы возможная. И во всех этих методах, кроме алгоритмических вопросов, опять же, стоит вопрос, вот, если мы хотим выбрать первенство, какой L1-норм, из этого списка пеноратичные, L0, L1, L2-норм выбирать, и другой вопрос, как выбирать параметр лям, и как это комбинировать с другими структурными предположениями моделей. Значит, теперь я хочу коротко, а не так много времени не осталось, я хочу рассказать, что туда можно танцевать. То, что я рассказывал, это все была теория для линейных моделей. Я хочу подчеркнуть, что вот эти вот задачи, вот особенно здесь, вот сейчас, вот, огромная, или сейчас, так же, волна, исследование идет про вот эту вот спас-пенализацию, и в частности, применение к задачам, матричным задачам, где у нас есть разные структурные предположения, это огромная область, с массой народа, которая здесь трудится, но все это для линейных моделей. То есть, мы стартовали от самых классических линейных моделей, и для этих линейных моделей уже можно в один шаг прыгнуть к современному исследованию. Очень-очень легко и просто. Но, значит, если мы отходим от линейных моделей, совершенно обязательно от этого линейных, тогда возникает масса других вопросов. И это вот в каких направлениях можно двигаться. Значит, ну, если мы рассматриваем общие нелинейные модели, значит, это означает следующее, вот просто назад на какое-то семейство нелинейных. С какой-то структурой, но это не соответствует никакой линейной модели. Как? То есть, метод максимум до главной все еще применим. Ну, когда мы от нас не делся, но теперь модель нелинейная, что про метод максимум пропаганды можно сказать. Ну, значит, если вот это параметрическое семейство очень большое или функциональное, то тогда значит, этот метод максимум по-собиям нереализуемый, его реализуют в форме так называемой. Либо SIF-параметрик, метод SIF, когда мы вместо этого множества берем его растущие семейства подмноженств, и выбираем какой-то SIF, какую-то аппроксимацию, конечно, метод этого семейства. Но, вместо этого можно на лайклихуд накладывать различные пенальки, как я уже говорил. И тут тоже возникают все те же самые вопросы, которые перечислены линейных моделей, но теперь они возникают в общем случае. Но можно действовать и по другой стратегии, не обязательно так. Есть еще подход, то, что называется локал параметри. Вместо того, чтобы метода локал параметри, которым я сам занимался почти всю свою научную жизнь, идея состоит в том, что вместо одной большой сложной модели для объекта, мы говорим, что любой даже сложный объект, представьте себе изображение, он локально может быть опоксимирован простым объектом. В маленькой окрестности каждой точки мы можем найти сравнительно простое описание объекта. И идея ровно в этом состоит, чтобы мы модулировали объект не глобально, а подточечные. И внутри каждой точки мы строим маленькую параметрическую модель, которая описывает возведение объекта в маленькой окрестности этой точки. И тогда, чтобы это применить, нам нужно выбрать семейство локальных аппроксимаций и выбрать параметр локальности, который обычно называется бендлиц или ширина лапна. Бендлиц может быть глобальным, может быть поточечным, может быть изотропным или анизотропным, если не биомерные задачи. Тут есть огромный класс задачи, вот тут, например, в этой области трудится сейчас моя жилова со мной, и тут очень интересный вопрос о построении равномерных доверительных полос для локальных методов от всей локальных методов. Что-то посредине между локальным и глобальным это так называемое структурное новелирование, когда у нас наша функция, которая описывает наша модель, имеет специальную структуру, не линейную, но такой полу, вот это так называемая полу-линейная модель, когда у нас есть линк-фанкшен, примененный к линейной модели. То есть у нас линейная модель, но к ней применяется, если эта функция же известна, это так называемое generalize, обобщенная линейной модель, если же неизвестно, то эта модель называется символом. Ну, можно это обобщать, multiple index, additive, transition, pursuit. Можно еще дальше идти и сказать, что вот этот структурный параметр ТЭТ тоже локальный зависит от точки, тогда приходим к то, что называется meaningful learning, где в частности появится, если я правильно понимаю, Санбайденштейн. Значит, такого типа задачи в частности используются вот такого типа моделей, в частности используются задачи с непремеразмерностью. Ну, значит, пару слов по поводу теории максимум-лайки-худ для нелинейных моделей. Значит, естественно, я на эту тему уже делал доклады, и этот теорий, кто работает со мной, знает, что это целая довольно большая наука. Сегодня я буквально скажу пару слов. Вот что говорят классические параметрические науки. Если у нас есть параметрические семейства, с точностью выполнены параметрическим предположением, и если мы фиксируем параметрическое множество, объем выборов и устремляем бесконечности. Классический результат говорит следующее. Оценка максимум-сам подобия это правильная оценка, и для этой оценки есть так называемая теорема Юлкса, или феномен Юлкса, что максимум-лайки-худ минус-лайки-худ в истинной точке сходится в хи-квадрат в т.е. сомбл. Это обобщение результата для линейных моделей и доказательство ровно такое же. Любая модель аппоксимируется асимптотической линейной моделью, а для линейной модели это инвертат веев. Вот это такая идея асимптотического разгложения, которая идет тихо ровно. Если мы делаем современную статистику, то первое что надо сделать это акмазохизм и отказаться от базовых предположений. Если у нас есть базовое предположение два. Вот они написаны. Это классическая теория, современная теория все то же самое, только оба предположения перечислили. Ну удивительно, самое удивительное во всей этой истории что что-то можно сделать, даже если отказаться от обоих предположений, все равно можно сделать, но для этого надо поменять полностью все методы исследований и вместо асимптотических методов асимптотических теориях теории вероятности надо которые связаны с не разными концентрациями вероятностных мер. Ну я тут прыгаю через все детали и формулирую, то есть покажу только два ответа. Вот версия теоремы Виллса неосимптотическая, которая говорит, что разность L от это с волной минус L от это с звездой это упрощенная запись для разности оно действительно есть опять квадрат более-менее кси квадрат норма кси квадрат где кси это некоторый вектор который по синтетической науке является стандартно нормальным а у меня это просто некоторый вектор со свойствами типа хи квадрат хвосты хвосты то есть теорема обобщается даже при ослаблении базовых предположений полностью обобщается и этот результат применим при очень широких предположениях интересный вопрос который я уже обозначил это вопрос критический размер теперь который вылезает вот если у нас есть вот этот метод как далеко это работает пусть теперь у нас n растет ну размер из параметрического уности растет вместе мы увеличиваем объем выморки увеличиваем число параметров сколько мы можем увеличить число параметров чтобы науку применялась оказывается интересно интересный ответ таков что число параметров для этой науки не должно больше чем число а это размер параметрического множества критическая размерность оказывается что вот этот вот критическая размерность она она работает плата плата за аппроксимацию исходной модели очень интересно соотнести а если модель не линейным применяем метод спарсов поэтому уже надо быть осторожным потому что аппроксимация не работает линейными моделями то что верно для линейных может быть верно для не линейных ну значит интересно в этом смысле а что если у нас п бесконечными явно есть функциональные задачи и так далее оказывается что можно делать регуляризацию пенализацию так как линейных моделей то есть можно накладывать пенальти и если мы накладываем пенальти квадратичные пенальти ответ таков я скажу словами на самом деле если мы делаем квадратичную пенализацию то вот это пенальти заменяется на другое правило эффективные размеры должна быть меньше по порядку чем число наблюдений то есть мы можем заменить истинную размерность на эффективную если мы накладываем квадратичную регуляризацию и это помогает применять эту науку к задачам с функциональными параметрами с функциональными классами и так далее значит очень большое сейчас направление исследования связано с исследованием байсовских методов тут работают почти все мои аспиранты Максим Падок будет рассказывать сегодня про аналогичные вещи поэтому я практически ничего не говорю значит тут же работает поле балдин вопросы связанные с байсовским выбором моделей вопрос значит интересный вопрос здесь тут пока есть вот я могу говорить значит то что спарсовое оценивание есть аналогичная тематика так называемый спарс-бройерс и тут мы еще еще даже не начали трудиться мы планируем направление исследований связанное с паспраерами и с так называемыми иерархическими байсовскими моделями и поведением гиперпраеров в контексте байсовского литера моделей значит есть некоторая наука которой тоже занимаются мои немецкие аспиранты Андрея с Андреевым и параллельно этому занимается этим Максим Панов так сказать семипараметрическое оценивание в обычном фрикунтистском смысле и в смысле оценивания байсовского но опять же я здесь не буду вдаваться в детали может быть в самом конце я хочу сказать что конечно конечно то есть то что я рассказывал это все математическое конечно мы имеем ввиду целый набор приложений и эти приложения то есть не только приложения но и конкретные прикладные задачи но сегодняшний мой доклад а также так сказать мое видение работы в лаборатории что приложения конечно конечно надо иметь ввиду с самого начала но но без математического аппарата без математических методов то есть любая деятельность будет очень быстро вырождаться то есть мы должны в первую очередь заботиться о том чтобы у нас был какой-то свой профиль математический и для для самих себя в первую очередь мы должны определиться чем и как мы занимаемся в математическом плане поэтому я построил свою докладу на том чтобы объяснить что чем мы занимаемся и идея состоит в том что вот есть методы результаты классические для линейных моделей и дальше есть много много направлений куда мы можем расширяться и вот в этих направлениях разных мы и работаем и цель всегда на этаж в каждом направлении понять до какого места мы можем дойти и где мы с этим местом упираемся критическая точка границы распространимости каждой новой идеи это, наверное, ключевой вопрос познания то есть у каждого метода есть границы применимости и вот так сказать мы все время расширяем наши границы научный поиск это расширение границ и вот это я бы сформулировал как кредо нашей научной идеи есть ли какие-нибудь вопросы? а почему вы среди проблем не упомянули совершенно прорабастное оценивание то есть вот линейная модель а помеха наша является не гауссовской какими-то семействами ну в общем это непроговоренно но так сказать содержится спички то есть я не буду листать скажем словами то есть а вот неспецификация модели в частности включает неспецификацию распределения то есть когда мы говорим областном оценивании то мы в частности подружная что мы выбираем то есть для каждого выбора семейства параметрического семейства есть границы применимости которые обычно записываются в терминах через идентифицируемость и в частности вот то чем занимается я сам вместе с моей Джиловой то у нас один из примеров когда мы это применяем это оценки медианной или квантильной регрессии когда лагерь не квадратичный берется или один лагерь и там оказывается что оценки рабасные и теоремы которые мы доказывали они верны в произвольных предположениях на нашу вообще даже нет никаких моментных предположений первого порядка никакого еще то есть рабасные методы туда включены просто я не проговорю но в принципе это правильное важное направление в работе которое мы тоже не забыли это в списке